друзья приветствую андрей из москвы прислал образцы масла лукойл genesis armartec здесь я немножко накосячил вот значит такая посылка простите убрал руки из фокуса камеры камера сфокусировалась ну и практически не попала ничего значит это у нас armartec 530 slcf a3 b4 mercedes-benz 229.5 и volkswagen 502 505 приобреталась метро москве как я понял значит так вот здесь сопроводительный документ но я потом приведу в табличке данные по нему не заметил я что фокуса нет еще раз прошу прощения так здесь у нас сейчас я покажу сейчас заметил до настроил значит 7 пробирочек таких свежие и значит через каждую тысячу андрей брал отбор прибор значит проверял основу сейчас я зала заложу несколько капель и создам образец такого именно не было у меня было опять бы 5 такой armartec вот здесь а3 b4 сейчас посмотрим насколько они отличаются друг от друга так ну вообще посмотрим что намеряет прибор так сейчас вещи соответствием да на 85 процентов он считает что это моторное масло но вот совпадение total alpine sk mobile shell можете посмотреть первые три строчки вот максимальное совпадение 85 процентов так я принимаю что это моторное значит естественно называют данный образец genesis armartec так да прошу прощения здесь ошибочно я подумал что н.к. андрей указал что это для киа хиндай на банке написано вот я даже не успел откорректировать до сли до того как прошивка слетела так значит вот прибор намерил по щелочному предел он обозначает в половину в 5 сейчас посмотрим так вот он что намерил щелочное 10 и один с учетом разницы гостов это может быть больше 11 в описании статья про разницу гостов так убираю значение отрицательные пассажи но и лукойл указывает 11 по данному маслу поэтому я так и сделаю значит выставляю 11 корректирую эти лимиты в соответствии значит с 11 да кстати интересный момент я тут стал ковыряться и нашел руководство описание значит есть представительство болтек в питере спектра они в описании пишут что щелочное они оценивают 20 процентов от базовой линии то есть 20 процентов от намеренного может быть я и недооцениваю сильно ресурс масла то есть еще запас остается так сейчас я вам покажу область закисления это у нас от 1700 до 1800 но обычно это эстеровое масло так проявляется да видим здесь практически ничего нету четыре сотых где-то на вот этот пик то есть обычное масло какие я это принимаю сохраняю ну и можно принципе вот информация по автомобилю этой хендай sonata nf так смотрите я беру пробирочку 6 тысяч километров потому что ролик будет и длинный и по времени но мне показалось что избыточный каждую тысячу проверять анализов много было я очень много времени потратил там допоздна это делал и я извиняюсь перед андреем но на мой взгляд избыточная каждую тысячу так я закладываю отработку значит sonata nf шестого года 24 с автоматом пробег с эти небольшой для этого года сто десять тысяч километров отработка с пробегом 6 тысяч километров и 80 процентов из них москва пробки и все остальное понятно что скорость маленькая средняя не знают наверно 20 это около 20 я думаю должна быть небольшим то есть принципе побед немаленький на масле да и вот что получилось у меня смотрите прибор что намерил в принципе масло еще рабочие но запаса у него уже немного немного запаса но для для москвы с ее пробками трафиком я думаю что результат достойный так я сохраняю сейчас я сделаю если получится вот так видите 6000 я пробирочку вылил у меня не хватило я выливаю 5000 и только после этого до меня доходит что со свежим одна пробирка не получается проверить вязкость недостаточно масло маловатой пробирки сейчас примерно оценю по щелочному ресурс значит один начальная 47 то что намерил прибор сюда я ввожу 6000 километров и у меня получается ну 6 300 грубо говоря запас по 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 пробегу еще плюс пять процентов то есть 95 процентов сработалось да очень интересный момент выяснился вот сейчас с обновлением прошивки все остальное значит мне написал в одном из комментариев к зику по моему человек он говорит что он работал с такими приборами и они выяснили что прибор занижает значение обе на бензиновых моторах то есть бензин и дистоплива отличаются ну понятно что и скорость горения и там состав и принцип воспламенения дизель как вы знаете от сжатия воспламеняется и прибор изначально производительном настроен на дизельный двигатель на коммерческую эксплуатацию тяжелую технику вот а спектр отличается на бензиновых он занижает значение по бензиновым двигателям то есть в реале ресурс бензинового масла должен быть выше значит они консультировались с производителем с инженерами спектра и в новых версиях появилась расширенный режим такую так называемые наклоны смещения можно калибра подкалибровать под бензиновое масло и тогда результаты ну-ка он говорит конкретно написал что проблема пропала то есть они откалибровали именно для бензиновых моторов значит по щелочному спектрограмму и прибор начал корректно делать результаты вот это такой вопрос возник значит тоже как бы в пользу того плюс пользу обновления прошивки на новую версию вот сейчас кстати собираю средства как вы как многие знают объявили производитель 1000 евро за это мероприятие так что но я благодарен всем кто получил участвует в этом кто как-то поддерживает морально и финансово благодарю андрея за предоставленные образцы всех кто смотрел участвует поддерживает благодарю огромное вам ребята спасибо желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся следующих видео пока